Здравствуйте! Несмотря на то, что я не являюсь фанатом BR-динамик, мне не нравится DT770. Мне было интересно послушать DT700 Pro X, DT900 Pro X, для того, чтобы понять, насколько далеко за все эти десятилетия компания ушла вперед и насколько будут различаться линейка DT700 от тех же DT770 и будет ли оправдываться их разница в стоимости, которая на сегодняшний день достаточно большая. И по внешнему виду, по удобству, естественно. Шагнули прям очень хорошо, потому что изменилась форма самих наушников и несмотря на то, что они чисто круглые, что не совсем выигрышно, так как у нас не круглые уши, посадка великолепная, мне очень понравилась и по своей мягкости, потому что амбушюры просто великолепные, велюровые покрытия тоже очень классные, сидят на голове, они тоже очень хорошо. Они при этом, даже несмотря на то, что это не кожаные амбушюры, создают прекрасную пассивную звукоизоляцию. И по посадке они очень хорошие, мягкая часть оголовья тоже сделана в качественной, и единственное, что по сравнению с теми же DT770 не хватает съемного оголовья, то есть там просто несколько кнопок отстегиваешь и все можно заменить на новые оголовья, проблем в этом никаких не было. Но так смотрится более аккуратно, более дорого, да и в принципе наушники все так же выглядят сдержанно, несмотря на то, что они все-таки очень сильно обновились в плане своего дизайна. И какой-то внешней составляющей мне даже, может быть, и хотелось бы докопаться как-то, но я не могу этого сделать, потому что все сделано круто. По поводу съемного кабеля это было слишком очевидно, он обязан уже быть используется в плане разъема Mini XXLR. Это, в общем-то, наверное, и правильное решение, потому что и разъем, и кабель достаточно распространенные, найти замену можно будет без каких-либо проблем. В комплекте есть два кабеля, различающиеся по своей линии, и, в общем-то, кабелям у меня вопросов тоже нет. Они достаточно мягкие, хорошие по своему восприятию, и тоже можно поставить таким плюсом. По поводу звука изменения тоже огромны. Естественно, изменилось и само сопротивление. Если те же DT770 были очень разные в плане своего сопротивления, 32, 80, 250, то в случае с просто DT770 уже фиксированное сопротивление 48 Ом, и это великолепно, это прекрасно, потому что можно использовать совершенно разные источники, и есть возможность слушать и с ЦАП-усилителями. Слушал с Kain RU6, очень хорошо сыгрались, мне понравилась данная связка. По подаче это всё так же BR-динамик, всё-таки есть некоторые такие приукрашательства, ощущается некоторая V-образность, но она не очень сильно выражена. Наушники всё-таки стремятся к такой студийности, хотя и полноценно студийными они не являются. То есть, ну как, в них невозможно будет делать ту часть работы, которая связана с выравниванием инструментов по громкости, потому что всё-таки некоторые искажения присутствуют, низкие частоты всё так же громче, чем должны быть, и также это ощущается частично на высоких частотах. По поводу самого восприятия, за счёт того, что середина немного такая сдержанная, всё-таки не хватает немножечко открытости, то же самое касается и девятисотых, не хватает какой-то именно яркости и эмоциональности, ощущается их такая уже около такая мониторность. То, что всё-таки это инструмент какой-то больше для работы, нежели для получения удовольствия от прослушивания музыки. Опять же, это исключительно в моём случае. Кому-то, возможно, мне не нравится для прослушивания музыки излишняя такая вот сухость на середине. Кому-то, наоборот, это будет преимуществом, потому что не будет отвлекать от каких-то инструментов, от аудиофийских разборов и всего остального. По детальности, по проработке инструментов, естественно, есть очень большой шаг. От 770-х они действительно значительно более аналитичны. То есть, аудиофийские точки зрения стали лучше на голову так точно. То есть, исправлено огромное количество проблем, которые были именно в 770-х. И по итогу, я не могу сказать, что я в них влюбился, я прям на какое-то время подумал, что я хочу себе эти наушники, хочу в них слушать музыку. Как я уже и говорил, есть некоторые вопросы с середины, недостаток, её недостаточную открытость. Если бы этого не было, возможно, было бы и как-то получше. Но, опять-таки, эта же сдержанность касается немножко и низких частот, потому что какой-то живой бас звучит хорошо, звучит интересно, но далеко не всегда какой-то электронный бас будет звучать достаточно драйвово, достаточно массивно. То есть, как раз-таки по массе, но порой не хватает именно низким частотам, для того, чтобы музыка звучала так, как её хочется слышать, так, как её хочется воспринимать. Опять же, это всё тоже индивидуально. Ну и вы понимаете, что аудиофилия и восприятие звука — это всё-таки не о цифрах, не о каких-то характеристиках, а именно о личном восприятии вас в данном промежутке времени. Потому что со временем ваши желания и потребности могут меняться, это абсолютно нормально, и, соответственно, будет меняться требование к наушникам. Поэтому я думаю, что своё видео-впечатление можно завершать. Основные какие-то вещи, аспекты я вам рассказал. Если есть что рассказать, вы являетесь их владельцем, то, конечно же, пишите об этом в комментариях, это будет также полезно. И на этом, в общем-то, всё. Большое вам спасибо за просмотр данного видео-впечатления. По ссылке в описании сможете их найти. Желаю вам мира и здоровья. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok